Привет, с вами говорящая Чихуахуа Софи и мы продолжаем говорить о дрессировке. В предыдущем видео я рассказала основные правила и как научить основным командам. Ссылка на экране, а если не появилась в описании. Сегодня я расскажу о некоторых командах, которые умею делать я. Ну просидеть, а еще лежать, давать лапу, давать пять. Я уже про все это рассказывала. А сегодня начнем с команды ко мне. Обычно мои двуногие используют вместо нее «иди сюда» или «идите сюда». Научить ей легко. Лучше всего команду ко мне, щенок осваивает всем шесть недель. Окликните его, подайте команду ко мне, подошел, похвалите, дайте лакомство. Не реагирует, отбегите немного в сторону, чтобы привлечь внимание, он подойдет сам. Снова не реагирует, возьмите длинный поводок, скомандуйте ко мне и подтяните собаку поводком, но легко. Дайте кусочек лакомства. И постоянно повторяйте команду в разных местах и ситуациях. Со временем, если заниматься постоянно, собачка уже будет с легкостью понимать, что делать. Ай, Софи! Ай, молодец! Молодец! Дальше команда «фу». Мои говорят просто «нет» и реже «нельзя». Эта команда «фу» запретительная, требующая безусловного повиновения. Она не поощряется и произносится низким голосом, но не грубо. Чтобы пресечь какое-либо нежелательное действие, скомандуйте «фу» и принесите собачку в другое место. Если не желает слушаться, отвлеките громким звуком, произнося при этом команду. Запретительную команду «фу» нельзя, что по сути одно и то же нужно использовать строго в тот момент, когда собака делает что-то недозвольное, но не позже и не раньше. Вот, например, вы уронили еду на пол и собака хочет ее съесть. Говорите «нет» или «нельзя». Мне еще иногда говорят «позор, Софи!». Я уже умею выполнять эту команду легко. Еще у меня есть команда «иди к себе» или «идите к себе». Это значит, что нужно пойти в домик или на кроватку. Научиться можно так. Многие говорят «иди к себе» или «иди в домик». И если собачка еще не понимает, несет ее туда сам. Затем пробует много раз снова сказать «иди к себе». И если собака сделала хотя бы шаг в сторону домика, желательно поощрять это. Говорит, например, «молодец», когда она уже хоть раз зайдет в домик, похвалить цирком и погладить. Со временем научится понимать. «Иди к себе», «Софи». «Молодец». «Иди сюда». «Иди сюда». «Иди сюда». «Иди к себе». «Молодец». «Иди сюда». «Иди сюда». «Иди сюда». «Иди сюда». Здесь же можно использовать команды «выйди» или «выходи». А еще команда «заходи-выходи». Сначала собака не понимает, что от нее хотят. Но опять же, поощряя и показывая, что нужно, со временем она поймет. Например, говорите «заходи», а собачка стоит. Идете вместе с ней, немного можно и потолкнуть, чтобы она поняла, что нужно зайти. Там ее хвалите и пытаетесь уйти от нее. Уйдя, зовете выйти. Скорее всего, она выйдет. И тогда тоже поощряете «и так туда-сюда», пока она не сможет это сделать сама. Затем все команды можно уже выполнять без лакомства. Главное, не забывать хвалить за выполнение. «Иди сюда». «Выйди». «Иди сюда». «Выйди». «Молодец». «Молодец». «Подюми». «Подходи». «Молодец». «Ай, Сэнфи». «Еще у меня личная есть команда «на коленки» или «прыгай». Она означает, что нужно запрыгнуть на коленки, причем не только низко, но и высоко. Ей меня научили постепенно. Сначала низко, запрыгнула, дают сыр. Не запрыгнула, ничего не дают. Попыталась запрыгнуть, тоже хвалят, и немного сыра. Потом я училась прыгать высоко. Конечно, приходилось меня подбадривать, но если уже понимаешь, что такое коленки, то уже легче. Тем более дадут вкусняшку или погладят. Еще у нас с Эйвеном есть команда «туалетик». Если мы не идем на улицу, мы ходим на балкон на пеленочку. Про то, как научиться ходить в туалет на пеленку, я расскажу в другом видео. Но мы с Эйвеном уже знаем, что значит «туалетик». Это значит, нужно выйти на балкон и сходить в туалет. Наша семейная команда «поехали». Ей мы научились тоже просто. Каждый раз, когда двуногие куда-то собирались, они ставили нам домик и говорили «поехали», а потом давали вкусняшку, если мы заходили в домик. Постепенно домик меняли на сумки. Но когда ты уже знаешь, что такое «поехали», запрыгнешь в любую сумку. Все команды нужно повторять на улице, потому что там сложнее, ведь столько всего интересного вокруг. Поэтому если умеешь дома, еще не значит, что умеешь везде. Это тоже тренировки. Команда «осторожно дорога» или просто «дорога». Сначала лучше учиться на поводке. Когда подходите к дороге, нужно остановиться и остановить собачку. Если она идет дальше, притянуть ее к себе и поставить рядом, и сказать «сидеть, дорога». Потом попробовать несколько раз, и когда она будет останавливаться с вами, хвалить и давать лакомство. Начинать нужно с команды «сидеть» и добавлять к ней слово «дорога». Затем постепенно вывести из этой команды слово «сидеть» и оставить просто «дорога». Затем пробовать без поводка, тренироваться лучше там, где нет машин. А потом переходить на другие места и везде повторять эту команду, чтобы ваша собачка поняла, что когда вы говорите «дорога», нужно остановиться и сидеть, либо просто ждать. Если вы начинаете идти, можно говорить «пойдем». В идеале собака должна останавливаться сама возле любой дороги, пока вы не разрешите идти дальше. Это нужно практиковать с каждой дорогой, которую вы пересекаете, когда куда-то идете. Команда «Ждать» – это значит, что нужно ждать, пока двуногий позовет, подойдет или скажет другую команду. Учиться нужно тоже постепенно. Сначала сажайте собачку, где нужно ждать и говорите «ждать», делайте шаг назад, сидит – значит делайте еще пару шагов, потом подойти и похвалить. Снова команда «Ждать» и увеличивайте расстояние, с каждым разом все больше и больше. Но не забывайте подходить и хвалить. Лучше начинать с маленьких расстояний. Мне обычно говорят «сиди, жди, Софи», и я жду. Потом можно тренировать далекие расстояния и уходы в невидимую зону для собаки. Я уже научилась ждать, и вы научитесь. Помните команду «нет» или «нельзя»? Так вот, я люблю лизаться, но двуногие решили, что все время это делать не нужно, поэтому научили меня не лизаться на слово «нет» и лизаться на слово «поцелуй». Точно так же, как и другие команды, поцелуй поощряется и хвалится, а «нет» говорится просто низким тоном. Не забываем повторять команды по нескольку раз и закреплять. Еще меня учат ходить рядом. Просто так рядом и на поводке рядом. Приучать нужно точно так же, как в остальных случаях. Сначала научиться на поводке ходить рядом, и когда собачка идет рядом, поощрять и хвалить. Если не идет, подтягивать ее к себе, чтобы училась идти именно рядом с вами. Затем, когда на поводке будет все более-менее хорошо получаться, пробовать ходить без поводка. Команде играть я уже научилась, а вот команде «неси» не до конца. Еще не совсем поняла, что значит «неси», но скоро обязательно научусь. А еще из дрессировок недавно я училась лазить по крутым лестницам и сбегать с детских горок. Эти задания очень развивают. Сначала страшно, но когда ты чувствуешь поддержку хозяина и знаешь, что получишь лакомство, ты стараешься выполнять команды прилежно. На сегодня хватит. Учитесь, старайтесь, и у вас обязательно все получится. Главное – терпение и постоянство. Как учить основные команды сидеть, лежать и дай лапу смотрите в предыдущем ролике. Ссылка на экране и в описании к видео. С вами была Чихуахуа Софи. Задавайте свои вопросы в комментариях, рассказывайте, что умеет ваша собачка. Подписывайтесь на мой канал и вступайте в мои группы ВКонтакте. Ссылки в описании. И будет вам счастье!